Партнер программы Украинская биржа На парижской бирже работали агенты по обмену торгуя векселями, акциями и облигациями. В эфире биржевая азбука цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. От студии Виталий Школьный. Тема выпуска – рынок котировок и рынок заявок. Торговля на бирже может происходить по принципу рынка котировок и рынка заявок. Рынок котировок работает по принципу конкурирующих твердых котировок. Участники торгов выставляют котировки на покупку или продажу определенного количества ценных бумаг на приемлемых для них условиях. Чтобы сделка состоялась, другой торговец должен быть на них согласен. Расчеты по сделкам на рынке котировок проводятся не сразу, а на следующей или через несколько дней. Брокера видят, кто из контрагентов выставил котировку. Это позволяет участникам рынка предварительно вести переговоры об условиях сделки. Рынок котировок – это метод проведения биржевых торгов с помощью выставления котировок одними участниками рынка. И в акцепте, то есть принятие условий твердого котирования другим участникам рынка. Тот, кто соглашается с котировкой, автоматически принимает эти условия и обязан будет рассчитаться именно на этих условиях. Рынок котировок больше удобен для профессиональных участников рынка, потому что он позволяет оговорить условия торгов, то есть сроки поставки. Рынок не анонимный в виде контрагента и рынок не обеспечен активами, то есть нет стопроцентного предепонирования. Соответственно, когда заключается сделка на рынке котировок, то стороны просто соглашаются на то, что покупатели, соответственно, покупают такое количество бумаг, а продавец продает. И в этой же заявочке указывается количество дней, через которые эта сделка будет осуществлена, например, от одного до десяти дня. И только через день, два, три, а то и десять, да, это расчеты происходят. В Украине рынок заявок появился лишь в начале 2009 года на украинской бирже. Именно с его появлением стала возможна интернет-порговля, и фондовый рынок стал доступным для большинства украинцев. Рынок заявок анонимный, и в отличие от рынка котировок, и здесь вы не видите, кто является вашим контрагентом. Однако заявки могут выставляться только если участник предварительно депонировал ценные бумаги или деньги для торговли. А расчеты проводятся по принципу поставка против платежа. Активы под выполнение той или иной заявки, они должны быть предварительно задепонированы. Это происходит для того, чтобы гарантировать расчеты по сделкам. Когда клиент или другой брокер акцептует заявку по той цене, которая его интересует, то он 100% уверен, что происходят моментальные встречные расчеты, что другая сторона имеет активы на совершение данной операции. Фактически рисков нет. Поскольку однозначно вы знаете, что сделка пройдет в секунду, в долю секунды, вот, мало того, обеспечением этой сделки занимаются одни из самых гарантированных структур Украины, это Национальный банк Украины касательно денег, и это депозитарий касательно ценных бумаг. Соответственно, риска того, что сделка не осуществится, отсутствует. Отправить заявку на покупку или продажу занимает считанные секунды. А так как на рынке заявок торгуются только самые ликвидные акции, вы можете покупать и продавать бумаги в любой момент, быстро реагируя на события или динамику рынка. В отдельных случаях и многие компании, в том числе и наша компания, как онлайн-брокер, также допускает покупку клиентам акций на рынке котировок, но клиент не самостоятельно у себя на терминале делает сделку, а он звонит брокеру и просит сделать эту сделку и завести активы на его торговый счет. То есть, в принципе, возможно также покупка акций и на рынке котировок. Но, наверное, вопрос в том, что инвестору наиболее интересны те акции, которые являются наиболее ликвидными. Размер ваших сделок на бирже, конечно же, зависит от суммы и количества активов на вашем торговом счете. А вот количество совершаемых операций, покупок или продаж не ограничено. Поэтому документы обороты и брокерская комиссия на рынке заявок сведены к минимуму. При заключении сделок на рынке сделок нет никаких бумажных договоров, все происходит в электронном виде. Из-за этого себестоимость сделки намного ниже, а значит ниже и тариф для клиента. К примеру, средний тариф на рынке котировок стоял 0,5% от суммы сделок. На рынке заявок этот тариф в 5 раз меньше, брокеры предлагают даже иногда 0,05% от суммы сделок. Итак, подытожим. Особенности рынка котировок таковы. Нет необходимости предварительного депонирования средств. Есть возможность проводить купные сделки, торговаться по цене, объему и условиям торгов. Плюсы рынка заявок, максимальное удобство и минимум рисков для частных инвесторов. Моментальная скорость заключения сделки. Именно на рынке заявок посредством интернет-торговли частные инвесторы покупают и продают наиболее ликвидные бумаги украинского фондового рынка. На сегодня все. Наш цикл программы о том, как зарабатывать на фондовом рынке продолжается. В следующей программе «Биржевая азбука» говорим о интернет-трейдинге. Как же начать торговать? Не пропустите. Партнер программы «Украинская биржа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова